Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня на примере 13-х чертогов мы рассмотрим новый модификатор, злопамятный, который впервые появился в дополнении Shadowlands. Модификатор одновременно сложный к своему исполнению и довольно-таки простой. Все, что вам нужно сделать, это проявить немножечко внимательности, ну и также нужно кнопочки контроля давать чуточку быстрее, чем обычно. Суть проста. Проходя мифическое плюс подземелья, мы всегда убиваем мопчиков. И теперь при убийстве этих мопчиков будут появляться злопамятные тени. Эти злопамятные тени привязываются к случайному игроку, и в тот момент, когда на вас привязывается злопамятная тень, вы ощущаете над собой глазки над моделью персонажа, и злопамятная тень подсвечивается красным цветом. То есть, если вы увидели красную тень рядом вместо серой, вы подходите от этой тени. Просто? Да, довольно-таки просто. Если слишком близко тень к вам, и у вас нет вариантов для ее просто-напросто кайта, вы даете ей стам. Если у вас есть друид в группе, можно дать тайфун, вихрер соло. Если есть охотник, связующий выстрел. То есть, можно использовать все-все-все элементы контроля. И эту тень можно убить. А почему можно, а не нужно? Сама по себе тень теряет здоровье пассивно. То есть, вы можете вообще в нее никак не переключаться, и она умрет сама по себе. Вот отрезок, на котором все прекрасно видно. То есть, появляется тень, на мне спавнятся глазки. Вот она тень, самая дальняя, красная по отношению ко мне. И я просто-напросто отхожу от нее, кидая оковы. Дэмэджи у нее летит немного, и она спокойно умирает. Модификатор просто-напросто направлен на то, чтобы проявить внимательность у людей. Ну и опять же, милишникам не сладкая неделька. Так что, как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Успехов желаю при прохождении мифических плюс подземелий. Думаю, у вас все будет замечательно, и вы проявите максимальную внимательность при модификаторе «Злопамятный». До скорого!